Испокон веков танец сердце сжет, и не зря его полюбил народ. Талант и красота славянского народа – вот чему уже 40 лет поет хореографическую оду ансамбль народного танца «Сувенир». Зал Дворца культуры Пола назначат сегодня на сцене мастера. Свой юбилей отмечает любимый воскресенцами ансамбль народного творчества. Добрый день, дорогие друзья! Мы очень долго ждали встречи с вами. Мы очень рады этой встрече. Мы откладывали юбилей, потому что очень хотели увидеть полный зал. И мы сейчас его видим, и очень благодарны вам за это. Спасибо большое! Ансамбль пройден большой путь, и жизнь интересная, насыщенная. И была, и я очень надеюсь, что будет. Коллектив – дипломант Дельфийских игр, участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов, лауреат премии президента Российской Федерации. Его несменный руководитель Мария Тышетская – заслуженный работник культуры страны. За 40 лет творчества «Сувенир» собрал армию верных поклонников и выпустил тысячи танцоров, в том числе ставших профессионалами. Из коллектива численностью в 15 человек он перерос в настоящую школу. Расскажите нам, ведь вы начали с того, что вы занимались тоже в «Сувенире», и у вас сейчас большой ансамбль. Ну, как так получилось? Я у Марии Александровны начала заниматься еще до того, как она сюда пришла, в деревенской школе на фитровой фабрике. Мария Александровна пришла туда младым педагогом, и я с 7 лет уже занималась у нее. Потом она сюда, когда в 1981 году создала здесь уже под своим руководством коллектив, я уже пришла сюда. Так что мой путь в этом году 45 лет творческой деятельности у меня получается. Феномен сувенира в слаженной работе педагога, родителей и детей. Юбилей – это время поздравлений. На своем таком плодотворном и долговременном творческом пути «Сувенир» обрел надежных партнеров и друзей. И все они, конечно, хотели высказать свои слова благодарности хореографам и танцорам. Сегодня очень знаковое событие в культурной жизни нашего города. Творческий юбилей народного коллектива, ансамбля народного танца «Сувенир». 40 лет – это целая жизнь. И коллектив действительно живет одной большой, дружной, талантливой, творческой семьей. Разрешите от лица главы городского округа Воскресенск Володникова Артура Викторовича и от себя лично поздравить вас с этим замечательным юбилеем. Главная опора и поддержка коллектива – это, конечно, сама директор Дворца культуры «Химик». Алла Георгиевна все эти десятилетия помогает развиваться народному творчеству. Вы смотрите, эта маленькая женщина, что же она творит? Она не жалеет своего здоровья, она все свое сердце отдала детям и отдала танцу. Предприятие «Воскресенские минеральные удобрения» оказало помощь в приобретении подарков для участников коллектива. Огромная благодарность вам и всему вашему замечательному коллективу. Мы много лет дружим, мы много лет сотрудничаем. И, конечно же, от лица акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» и компании «Уралхим» я с огромным удовольствием поздравляю сегодня вас с вашим красивым, достойным, большим юбилеем. Оказывая поддержку коллективу «Сувенира» и Дворцу культуры «Химик», и, конечно же, мы помогаем растить наше поколение юных воскресенцев такими же творческими, талантливыми, а самое главное, любящими народную культуру. Надо отметить, что и наш телеканал не раз освещал успехи ансамбля. Мы рассказывали, как ребята съездили на фестиваль в Тайвань и как вернулись из лагеря «Артек». Освещали их победы и говорили о нелегком труде танцоров, приоткрывая творческое закулисье. И, конечно, сегодня не могли не поздравить их с юбилеем. Примите, пожалуйста, от нашего телеканала вот этот букет. И, конечно же, хотелось бы сказать, что никаких сомнений. Сувенир должен быть. Это целая планета, воспитавшая тысячи людей, тысячи достойных людей. И вы должны продолжать эту деятельность, привлекать к культуре, потому что никто не поспорит, что культура делает из человека человека. И нам это нужно. Спасибо. И мы, конечно же, будем продолжать освещать ваши достижения и жизнь ансамбля «Сувенир». Спасибо. Стоит только вдуматься, эти люди на сцене – непрофессиональные танцоры, а трюки исполняют крайне сложные. Не так давно в «Сувенире» даже появилась мужская группа. Для народного танца такая популярность среди юношей непривычна. Я вообще пришел, потому что у меня здесь танцевал папа. Мне нравится здесь танцевать. Я хочу связать жизнь с танцами. Мне это приятно. Мне это греет душу, и я всегда рад идти на репетицию. У меня почти такая же ситуация, как у коллеги, но по-другому. Но я пошел из-за дяди. Поначалу немножко не нравилось танцевать, честно, но вот последний год, два, наверное, мне очень нравится танцевать. Я очень люблю танцы. Самое сложное – какие элементы? Трюки. Трюки. Язык танца, в отличие от языка разговорного, понятен всем. Когда видишь эту пластику, этот праздник на сцене понимаешь, как прекрасна палитра народностей, давшая нам современную культуру. Татьяна Колганова, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.